всем привет сегодня мы с вами приготовим очень простое и вкусное рыбное блюдо стейк из форели она отлично подходит для романтического ужина поэтому мужская часть зрителей нашего канала хоть и немного численное берите на вооружение данный рецепт чтобы 8 марта порадовать свою даму сердца ну а теперь проверяем подписочку влепим лайк и погнали и нам понадобится 400 500 грамм форели можете купить готовые стейки я буду брать среднюю часть от цельной форели мы ее сейчас почистим и самостоятельно нарежем 3 грамма соли 1 грамм улька перца черного молотого четвертинка лимона раскроет вкус рыбы и немного масла растительного для жарки буквально грамм 10 начинаем с чистки рыбы чистим любым удобным для вас способом можете положить рыбу в коробку или в большой пакет чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне ну и кто-то чистит вилкой кто-то обычной ложкой у кого-то есть специальные рыбочистки тут выбирайте способ который вам подходит больше всего рыбку очистили тщательно промываем от остатков налипших чешуи затем потрошим и будем нарезать на стейки толщиной полтора-два сантиметра и Теперь вставим раскаляться сковороду. Как раскалиться, вливаем растительное масло и будем обжаривать рыбу с каждой стороны на среднем огне 2-3 минуты. Не солим, чтобы соль в процессе приготовления не вытягивала жидкость из рыбки. И перец тоже сейчас не будем использовать, потому что при обжарке он просто сгорит. Как только сняли со сковороды, присаливаем с двух сторон и по желанию можете поперчить. Рыбку очень хорошо гарнировать салатом, а перед самой подачей просто сбрызнуть слегка соком лимона. Готово! Пробуем! Рыбка нежная, в меру солененькая, с приятной лимонной кислинкой и легкой остринкой. Можете использовать, кстати, и другую красную рыбу, но именно вот с китой будьте осторожнее, потому что ее пересушить гораздо проще. Для тех, кто боится, что рыба внутри не приготовится, просто когда обжарили с двух сторон, накройте крышкой и дайте постоять на остаточном жару еще минутки 2-3. В сочетании с овощами это просто божественно и сбалансировано. Вот такое яркое, романтичное блюдо мы с вами сегодня приготовили. Согласитесь, сложного ничего нет. Хочу вас всех поздравить с наступающим 8 марта. До новых вкусных встреч. Пока-пока!